В общем, подготовка, так скажем, к Новому году прям полным ходом. А там, короче, у нас наверху положили апельсины, уже стали покупать продукты, потому что я поняла, что многие закупаются и, в принципе, поняла, почему бы и нет. Ну, потому что там могут оставить себя кидать там гниль, и там уже привоза может и не быть, поэтому я решила заранее купить, короче, яблоки. Вот этих двух кусков. Мне бы хватило бы даже бы на этот. Кто тут? Чуйки. Икра натуральная, красная, с горбуши, но я ее не буду засалить, я ее просто отварю, не буду засаливать. А вот эти два куска, да, Крис, эти два куска, я бы из них сделала лакомку, я там косточки убрала, прямо вот их бы, ну, чуть-чуть поварила бы или не поварила бы, короче, наподобие лакомки бы сделала, вот, в общем, я купила яблоки, апельсины, в этот раз почему-то они привезли апельсины турецкие, блин, просто, ну, вы сами знаете, что у нас как бы турецкая, это не очень как блюд покупать, но я купила разновидность, то есть одни очень ароматные, естественно, и вторые, это у меня попали с турецких, хотя была Африка. Ну, в общем, ладно, что тебе сделать? В общем, сам факт, заходишь сюда, очень ароматно, естественно, я никакие фрукты там, ну, по типу, я вам скажу, как называется-то, господи. Ай, мы раньше покупали этот фрукт, я забыла, как он называют, киви, киви я не стала покупать, бананы тоже, потому что в бананах червяки, типа там, хотя сейчас везде червяки, но в бананах прям, пипец, тоже не стала покупать. В общем, мало фруктов, но мы много, в принципе, то есть и не будем. Ну, вообще, ребят, тут прямо аромат такой теперь, прямо новогодний, ужас, просто в хорошем смысле, просто аромат, прям, хочется взять и съесть апельсин. Ребят, я не понимаю, что происходит перед Новым Годом, у нас здесь вот выжиловой свет, и он не включается, никак, то есть здесь, походу, что-то перегорело, возможно, важная какая-то часть, завтра придется вызвать электрика, поэтому перетаскиваем в холодильнике, потому что здесь находятся все новогодние продукты. Чтобы нам тот сюда притащить, сейчас там вытащим все продукты и по новой все уложим. И еще, чтобы понимали, что все происходит вечером, а еще, чтобы понимали, у меня было там красиво все разукрашено, старалась я там, короче, делала все в виде сердца, но с этим холодильником не пользуется, потому что этот холодильник выше намного, и, короче, папа-папа-папа-пам. В общем, ребят, мы холодильник переставили сюда, и знаете, в чем прикол? У нас все электричество там включилось резко. Возможно, по судьбе надо было сюда перетащить холодильник, чтобы он был здесь, не знаю, но, короче, тому холодильнику капец, возможно, мы его уже выбросим. К сожалению, но, в общем, здесь пришлось было мне сделать маленькую вот такую вот перестановочку. На самом деле, ребят, для нас сейчас еще пока что шок, потому что мы не можем понять, почему перед этим, значит, у отца, типа, ничего не включилось, а после этого резко раз я все заработала. Я думаю, что... Точнее, я не хочу думать, что папа просто не включил на самом деле, а потом включил. Типа, как-то странно просто реально. Зато, видите, холодильнику сюда даже здесь места больше. Ой, только нужна будет переноска теперь. Вот. Ладно, хоть мои эти все уместились, и завтра, кстати, ко мне надо идти за гирляндой, потому что мне надо будет это все убирать. В принципе, я могу это все откреплять. Жалко, конечно, я столько потратила с этого сюда скотча, так скажем, просто посмотрите, сколько я потратила сюда скотча. И да, вот такая переделка бывает даже. Вообще, суета, суета перед Новым годом. Да, мы вообще... Сейчас мы это все отлепим. Их уже мы будем выбрасывать, потому что смысла нет работать только лишь один цвет, а это значит, что уже скоро все опасно. Короче, как я вам говорила. Поэтому... Сейчас мы будем все это чик и переклинили будем. Потом... Не знаю, у меня осталось... У меня не знаю, хватит ли мне на самом деле. Ну, короче, проверим. Потому что, возможно, даже мне не хватит, блин, я не знаю, что делать. Ладно. Посмотрите, сколько. Ну, я сейчас ушло два, наверное, почти. Ой, я как-то, можно сказать, я уже не соображаю, но, в общем, два этих херовина ушли, ушли, вошли. И все. Так. Сейчас, короче, я отсоединю. Все. Ой, сейчас, я уже вся запуталась в них. Так, ладно. Так, знаете, что я удивлена, что под холодильником было мало пыли. Реально, я думала, там будет больше. Я так мечтала там поднести. И это свершилось, блин. Я добилась своего, так скажем. Я там подняла, вымыла. И теперь там чисто. Так. Ну, все. Прощай, гирлянда, прощай. Ну, не то, что то время. Просто гирлянда очень давнишняя. Сейчас уже, естественно, таких гирлянд не будет. Ну, в общем, большого тебе спасибо за мое детство. Вот, да. И, короче, все. Выкидываем. Ну, а так как вы знаете, что время летит очень сильно быстро, завтра я буду рисовать, кстати, как ролика на окне уже. Ой, не знаю, на самом деле. Прямо, знаете, вот. Хочется, хочется, но не знаю, как и что пойдет. Вот, но у меня рисунок уже есть. Я знаю, что у меня более-менее возможно получится нарисовать. Он не такой сложный. Я сложный, в принципе, не убираю. Знаю, потому что у меня нет. Еще рука не подлежит к такому шнебру. Вот, поэтому... Чуть-чуть потихонечку, но буду завтра рисовать. Вот, естественно, вы вместе со мной также будете все это рисовать. Ой, а еще я захотела очень сильно горького шоколада. Да, просто, знаете, мне нравится горький шоколад тот. Вот я вам показывала. Но мне нравится там больше всего миндаль. С шоколадом горьким очень сочетается. Это так хочу. Прям капец, не знаю, может, завтра все-таки куплю. Было бы такси, были бы, была бы машина, я бы доехала бы до... Ну, я имею в виду своя такси, своя машина. Токсичная, так скажем. Я бы попросила бы и доехала бы до ленты. Ой, не до ленты, господи. Ой, изоленты, блин, да. Доехала бы до магнитов и здесь бы купила бы. Потому что он только там такой недорогой. И очень вкусный. Субтитры создавал DimaTorzok Готово. Демонстрирую вам зайца 2023-го моими ручками, так скажем. Он может быть слегка странненький, но как бы... Да, кстати, я забыла кое-что добавить. Точно, точно, я забыла беленького добавить. Белый, ребят, я весь использовала, нихера. Потому что тюбик такой маленький, что половины маловато. Так, вот чуть-чуть. Так. Левой рукой несу. Нормально. Все, готово полностью. В общем, вот такой зайчик. Да, у меня все время почему-то все персонажи получаются полными. Не знаю почему. Но, в общем... Покажу вам издалека. Такой-то он у меня в этот раз получился. Я не знаю. Ушки, конечно, маленькие. Надо было побольше нарисовать. Но просто, блин... Сейчас... Знаете, сколько сейчас времени? Сейчас вам скажу. Почти 11. Я вот нарисовала... Фух. Ну шо, скоро 2023 уже реально... Мчим-чим, вот кого-то еще. Такая вот наклеечка тут. Да, и, кстати, там, посмотрите, какая там сзади красота раздается. И, ну, вы поняли, это отображение. Короче. Хотово. Посмотрите, какая махина. Сколько, интересно, она может весить, если в жизни вот такой кролик. Ё-моё, так смотрится на камере. Не знаю, так-то вроде так прям они смотрятся, но здесь прям капец как смотрится. Ну, как-то так. В общем, следующий день. Уже вечер. Та-дам! Вот такие вот они маленькие. И что-то их тут... Я не помню, но, в общем, вот столько их тут. Вот это достаточно. Я посмотрела цвета. Цвета очень яркие. Вам заодно покажу. Короче, естественно, дед Китай. Ничего сверхъестественного, как говорится. Ну, в общем, такая коробочка. Вот. Количество ламп... А, длина 12 метров почему-то. Вот, в смысле, 12 метров. Та было 9. Количество ламп 180. Ещё-ещё написано в соступающем Новом Году. Мелочи приятные. Я на самом деле не знаю, почему она такая длинная. 12 метров. У меня та 9 метров. И она у меня весь шкаф заняла. А тут что-то вообще маленький шкаф. По сравнению, стой. Вообще не знаю. А, блин, смотришь, маленький 5 метров. Думаешь, 5 метров, да чё я здесь её украшу. Короче. В этот раз я реально очень сильно, прямо хорошо украсила квартиру. Украсила прям вообще. Я даже, вот, только начать об этом даже не могла. Какой-нибудь раз украсила квартиру. Реально пусто. Так, она есть как-то странно. Она реально длинная, походу. Ну, вполне поможет. Я не знаю, какой-то цвет ещё, куда-нибудь, вроде, нормальный. То есть, я не люблю, не то что цвета. Я думаю, что нет бракованного, то есть цвета, все нормальные. Пахнет тоже очень приятно. В кавычках. Ой, блин, мне кажется, так, надо считать, что холодильник стоит. И тут ещё, как это всё будет украшать, она такая длинная. Одни момент. Ребята, она просто на целую ёлку. Ну, моё. Во-первых, сейчас я её включу, потому что нам важно знать, точнее, вам, да, важно знать, все это уже знают. Сейчас выберем. Ну-ка. Ой, просто цвет яркий. Смотрите. Очень яркий цвет. Классный. Очень яркий. Классный. Поэтому мы сейчас будем их умешивать, тогда просчитать. И сегодня сейчас умешивать. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вроде как здесь 100 грамм. Пачки-то всего 200 грамм. Я брала 135, но, я не знаю, можно сказать, здесь плюс-минус, но я думаю, что это не так важно. Да, еще, кстати-ка, придется потом опять менять клеенку, покупать новую, смотреть. Вот. Жалко, что она, конечно, только лишь год здесь пошла, потому что в принципе могу сказать то, что клеенки бывали и дольше жили, но просто именно эта намного тоньше. Она уже вся порванная. В общем, покажу вам итог. Подготовила форму. Давно я ей не пользовалась этой формой вообще. Буду я ее смазывать обычным подсолнечным маслом. У нас, кстати-ка, его чуть-чуть осталось. И как раз на эту форму хватит. У порошка, кстати-ка, много. Даже увесистый очень. В общем, показываю вам. Посмотрите, какая консистенция. Вот какая-то она. Ну, какая-то как брауни. Короче, сейчас это все сюда. И покажу сразу вам итог. В общем, нужно 180-200 градусов разогреть. Духовку, ну, я, естественно, там включу, там. Ну, хоть будет 190. Ладно, хрен с ним. И, короче, 40-45 минут. В общем, вот, ребята, итог. Не знаю. Получился он какой-то очень странный, я бы сказала. Хоть чересчур маленький. Практически даже не поднялась. Я думала, что я сделаю все правильно, но не знаю. Ну, в общем, как можно сказать, я даже не знаю, как сказать, он просто чисто как брауни даже еще, можно так сказать. В общем, я думаю, что ему нужно дать остыть, но он вот как бы как изготовился словно. Обратите внимание, что я тыкую, потому что такое, кроме меня, никто не любит. Да, оно вот сделалось. Я его всего уже стыкала, чтобы проверить, потому что я не умею разбираться вот в этом, потому что шоколад, все это хрен знает. Короче, странно он мне, конечно, не появился. Может быть, мало этого маргарина. Я такую хрень очень обожаю просто. Вот, посмотрите. Просто шоколадный. Шоколадный с ящиками. Просто тает во рту. Я думаю, что он такой должен быть. То есть, как бы непонятно, но он не сырой. Но одновременно он тает во рту. Одновременно такое странное. Но оно сделанное. Как это понять? Просто еще, кстати, вот этот сыр очень сильно вкусный. Короче, я ничего не поняла. Я, блин, так оделась, как будто я какой-то мальчик, реально. Настоящий ашот. Короче, рассматриваем. Много у кого сейчас уже разукрашено. Квартир. Вот, есть похожие, как у меня, золотые. Есть белые. Вот, короче, пока оно сейчас все тает. Но завтра будет очень холодно и уже не будет таять. уже будет все это мерзнуть. О, это у кого-то елочка, походу, прямо на, это, походу, там, вот елочка, где-то там вот. Да, вот там елочка прямо на окне. Искусственная. Я думаю. Ребята, это мое произведение искусства, снеговик от Кристи Карамельки. Он почему-то на камере как словно улыбается, реально, посмотрите. Здесь прямо улыбка. Так улыбку сделаешь, но на. Вот тут есть какая-то черта? Это какой-то человечек. Не надо. Но он с папироской. С какой папироской? Еще какой-то джинкель-беллс. Я предлагала бутылку водки воткнуть. Он там валяется. Бутылка водки я предлагала воткнуть. Вот так вот. Братоны. Это мой снеговичок такой. Это я счет, а он орлашот. Такой будет орлашочек. Вот такой орлашочек с такой, видите, бампушкой. Ой, блядь. Крыса подбежала под машину. Ах! Вон она. Где? На дорогу. Иди в сторону. Крыса. Да, казачья, я знаю, что это крыса. Вот пирожок-то не взяли. Мы пирожок не взяли. На под машину. Не надо. Она опасна. Пойдем. Ну, я знаю, что у нас крысы здесь водятся. Надо было пирожок ей дать. Ну, вот. Так что давайте выкинем пирожок. Давай. Выкинем пирожок. В нурку туда выкинем. Туда, да, к нам под окну. Ага. Как красиво у всех тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА